Верховный суд Израиля объявил о временном и частичном моратории на судебную реформу. По его мнению, некоторые ее положения не должны вступать в силу до следующих выборов КНЕССОТ. Ранее реформа стала причиной крупных протестов по всей стране. О том, чем вызвано решение о заморозке реформы, объясняет обозреватель израильского информационно-аналитического сайта «Деталь» Марк Котлярский. Нынешнее правительство считает, что высший суд справедливости, так называемый, который помимо того, что имеет статус Верховного суда, имеет еще статус конституционного суда, имеет право, руководствуясь неким субъективным очищением, отменять те или иные законы. В второй момент, в марте этого года был принят закон, который регулирует механизм отстранения от власти премьер-министра. Только в случае его некой физической или психической недееспособности, или в случае, если 75 или 80 процентов, я сейчас не помню точно, депутатов принимает решение о подстранении его занимаемой должности. Противники этого закона заявили о том, что этот закон носит персональный характер, чтобы вывести Нетаньягу из-под удара. Израиль вообще переживает совершенно небывалую историю. Премьер-министр, который управляет страной, находится в данный момент под судом. У нас есть такая должность в правительстве, которая называется «юридический советник правительства». Такая должность достаточно серьезная. Нынешний юридический советник правительства Гали Бехараф Миарас была назначена предыдущим правительством. Она, в частности, запретила Нетаньягу участвовать в продвижении судебной реформы. Она объяснила это тем, что Нетаньягу не может продвигать судебную реформу, так как он находится под судом, и его интересует эту реформу продвигать. Но так как этот закон является частью так называемых основных законов страны, в Израиле, напомню, нет Конституции, получается, что, по идее, суд конституционный не имеет права отменять конституционные законы. То есть основные законы, они носят конституционный характер. Движение партии подали в суд исковое заявление, требуя поправку к этому закону, одни дееспособности премьер-министра, отменить немедленно. Суд закон не отменил, он только заморозил его действия. Он только потребовал сейчас от правительства объяснить, почему этот закон должен вступить в силу сейчас, а не через какое-то время, когда Кнессет закончит свои каденции, и будут уже следующие выборы в Кнессет. 28 сентября суд должен решить, даст ли он добро на то, чтобы закон должен работать уже сейчас, либо что закон должен будет работать только тогда, когда Кнессет придет на очередные выборы. Марк Котлярский, обозреватель израильского информационно-аналитического сайта «Детали». Судебная реформа в Израиле, которая увеличит полномочия парламента и снизит его подотчетность, вызвала массовые протесты в стране, они длятся уже несколько месяцев, и затрагивает все слои общества. По мнению протестующих, реформа является прямой угрозой для демократии и грозит установлением авторитаризма. Власти же считают, что судебная реформа давно назрела.